Начинает распускаться боб. Ждём-с. Три бутона. Ну, тёмный, конечно. Интересно, будет махромом или просто ромашка. Боб. И он боб. Вот вчера он у меня только лопнул бутончик, а сегодня уже раскрылся. Он какой замечательный. Он создал его боб Тишлер в 1998 году. Его и назвали в честь боба Тишлера бобом. Но это межвидовой гибрид. Высота у него невысокая. Где-то 65-70 сантиметров. У меня вообще первое цветение нужно вот три бутона всем процвести, потому что это вторая зимовка. В прошлом году я не дала ему. Пытался цвести, но не дала. Ну, высота 70, а вот диаметр цветка небольшой, до 15 сантиметров. Но говорят, что со временем он становится более махровым. И у него геометр бутона тоже увеличивается. Так что ждем, надеемся. Он такой махровый, я уже сказала, бомбовидный. Но у меня пока он не махровый. Хотя вот там вот внутри много тычинок. Он такой плотно забитый. и есть лепесточки внутри. Но все-таки первое цветение на это, как говорится, дадим скидку. Тычинки интересные таким желтым ободочком. И это придает особую прелесть этому цветку. цвет у него очень темный. Очень темный. Я бы так сказала, описывают его черновато-красным. Ну да, черновато-красным. Посмотрим, как он будет выгорать, не выгорать. Вот еще два должны распуститься бутончика. Пофотографируем еще Бобчика. Мне он понравился. Боб Боба Тишлера. Боб Боба Тишлера развернул все три бутона. Очень мне нравится. Очень такой насыщенный цвет. И он довольно-таки у меня какие кудряшки внутри. Вот этот только вчера развернулся бутончик. Вот этот самый первый. Вот этот тоже недавно. Такие кудряшки. Он будет махровым чувствуется. И довольно-таки немаленький у него. Вот тут я не знаю сантиметров шестнадцать наверное. Такой вот размерчик. Он у меня невысокий пока что. Наверное подрастет еще со временем. Боб Боба Тишлера. Хороший пенчик. Мне повезло. Хороший экземпляр. У некоторых вообще ромашки и все. Вон как украшается. Продолжение следует...